В эфире телеканал РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Башкортостане зафиксировано рекордное количество лесных пожаров за последние 10 лет. Причина тому аномально жаркая погода и так называемые сухие грозы. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве рассказал министр лесного хозяйства республики Марат Шарафуддинов. С начала года в Башкортостане произошло 104 лесных пожара на площади 2000 гектаров. Больше всего возгораний зафиксировано в Училинском, Белорецком, Зилаирском, Бурзианском и Обзелиловском районах. 77 пожаров удалось потушить в первые сутки. Сразу 5 очагов выявлено в природных заповедниках региона. Самый крупный в Бурзианском районе. Площадь пожаров составила более 2000 гектаров. В настоящий момент спасатели продолжают тушить огонь. Полностью ликвидировать его планируют к 22 июля. Глава региона поручил Минлесхозу республики перераспределить силы, бросив их на локальное тушение очагов. Если надо, мы УФУ попросим Ульфат Мансуровича. Если вдруг волонтеры нужны, вы даже без нас сразу обращайтесь к Ульфат Мансуровичу. Соберем в течение 5 часов, посадим машины, отправим 200, 300, 500, сколько надо волонтеров. Люди готовы здесь поддержать. Просто эту работу при необходимости надо будет организовать. Там же действительно, почему речь о воронтерах идет, там практически ручной труд везде. Потому что иначе туда техника никак не может пройти. Как сообщили в Минлесхозе региона, сегодня в Башкортостане наблюдается износ спецтехник. И, к примеру, ремонта требует 70% всего тракторного парка. На его восстановление и запчасти необходимо 11 миллионов рублей. Также не хватает сотрудников лесопожарных станций. Для доукомплектованности штата министр лесного хозяйства попросил главу региона дополнительно выделить 13 миллионов рублей. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 41 жителя республики. На сегодня в общее число заболевших 6348 человек. Данные сегодня озвучил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Всего с начала пандемии в Башкортостане выздоровело 4634 человека. За сутки выписались 11. В больницах находится 226 пациентов, 33 из них в тяжелом состоянии. 1467 жителей лечатся амбулаторно. Новых летальных исходов не зафиксировано. Их по-прежнему 21. По общему количеству выявленных случаев коронавируса, Башкортостан находится на 27 месте среди российских регионов. Следует из данных портала stopcoronavirus.rf. Лидерство удерживают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. В две больницы Уфы, детскую республиканскую и городскую номер 17, поступили современные роботы, помогающие детям реабилитироваться после тяжелых травм и заболеваний. Об этом РБК Уфа рассказали в Минздраве республики. Аппараты для роботизированной механотерапии, или как их называют медики, экзоскелеты, применяются для лечения пациентов с серьезными нарушениями нижних конечностей. В подобной терапии в регионе ежегодно нуждаются порядка 60 детей. По словам врачей, поступившее оборудование позволит полностью закрыть эту потребность. Стоимость одного отечественного робота – 4 миллиона рублей. Как отметили в республиканской детской больнице, он ничем не уступает импортным аналогам. Эффект от нейрореабилитации очень хороший. Потому что здесь, помимо того, что мы видим физические и физиологические изменения, здесь еще затрагивается эмоциональная сфера пациентов. Потому что, во-первых, пациенты получают положительные эмоции, что будет способствовать их выздоровлению. И, кроме того, те пациенты, у которых были навыки, но они их утратили, они получают новые эмоциональные ощущения именно от возврата. Первые малыши и подростки с расстройствами опорно-двигательного аппарата поступят на реабилитацию уже на следующей неделе. По словам специалистов, сейчас в регионе остается потребность в экзоскелетах, позволяющих лечить детей с параличом верхних конечностей. В Башкортостане фиксируется оживление экономики. По итогам шести месяцев индекс промышленного производства в регионе составил 98,9%. По словам Радия Хабирова, самый значительный рост отмечается в металлургии и автомобилестроении. Сразу на 40 и 42% соответственно. Также увеличение зафиксировано в производстве лекарств и химических веществ. Кроме того, хорошие показатели демонстрирует агропромышленный комплекс. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, индекс промпроизводства в сфере АПК составил 102,5%. Напомню, в прошлом году индекс промышленного производства в Башкортостане достиг 104,2%. Это выше среднероссийского показателя более чем на 2%. Общий объем отгруженной продукции превысил 1,7 трлн рублей. 50 млн рублей выделили Башкортостану на субсидирование затрат по переводу автомобилей с бензина на газ. Республика вошла в список 23 российских регионов, участников государственной программы развития энергетики. Об этом РБК УФА сообщили в Госкомтрансе республики. Теперь автовладельцы при переходе на газомоторное топливо «Метан» должны будут оплачивать лишь 10% расхода. 60% возместит государство. Еще 30% — «Газпром» в рамках маркетинговой программы. Чтобы получить господдержку, водителю достаточно обратиться в аккредитованный сервисный центр, который занимается переоборудованием транспорта. Сервисный пункт, в свою очередь, самостоятельно обращается к региональному оператору за предоставлением субсидий. Сегодня в Башкортостане работают 10 таких организаций. Их список пополняется. Мы здесь выступаем как посредники между водителем и государством. Сам водитель, по сути, ничего не делает. Мы здесь ему готовим весь необходимый пакет справок. Ему нужно только два раза приехать в наш пункт. Один раз для установки газобаллонного оборудования, второй раз после регистрации ГИБДД. Получилось, что очень выгодно место 74 тысяч рублей. Мне сказали, что я по программе субсидирования заплачу всего 18 тысяч. И очень удобно то, что самому не надо бегать по кабинетам, оформлять субсидию. Существенная экономия. Получается, одна заправка у меня 360 рублей. Это в три раза меньше, чем если бы я заправлялся бензином. Получить субсидии на оказание услуг по переводу машин с бензина на газ могут представители малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые. С порядком предоставления субсидий можно ознакомиться на сайте гостранца. Рассчитываем, что благодаря мерам государственной поддержки в 2020 году в республике появится более тысячи переоборудованных транспортных средств. Немалая польза для экономики. То есть в стоимости наших продуктов питания, в том числе, заложена и стоимость транспортировки. Соответственно, если мы будем снижать затраты на топливо, то, соответственно, у нас и продукты не будут дорожать так, как сейчас иногда происходит. Сегодня в Башкортостане функционирует 17 газовых заправок. До конца года построят еще 7. Всего же ближайшие 2 года их количество в республике увеличат до 43, отметили в госком трансе региона. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.